МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии с выпуском новостей Амир Кедрасов. Здравствуйте. Начинаем с экономических новостей. 5 августа в правительстве РФ состоялось заседание наблюдательного совета Фонда развития моногородов под председательством первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Максима Акимова. В ходе мероприятия наблюдательный совет одобрил выделение более 3 миллиардов рублей на сделки после финансирования инфраструктуры, а также первые инвестиционные проекты. На создание инженерной и транспортной инфраструктур для реализации строительства и расширения инвестиционных проектов в Зеленодольске и набережных Челнах Республики Татарстан. Фондом будет выделено более 1 миллиарда рублей. Также принято решение об участии фонда в финансировании в форме займа нового инвестиционного проекта на слэксеркционного завода в городе Кумертау на общую сумму 1 миллиард рублей. В рамках заявленного проекта заемщики Фрейм планируют в начало 2018 года запустить завод по производству подсолнечного масла полного цикла общей стоимостью 6 миллиардов рублей. В результате строительства маслоэксеркционного завода будет создано 520 новых рабочих мест, что составляет 15% от занятых на градообразующих предприятиях и позволит нивелировать уровень безработицы в городе. Инвестором проекта выступает компания ООО «Элеватор», входящая в группу компаний «Сигма». На российском рынке доля компании составляет 5% и реализует свою продукцию как на территории России, так и на экспорт. Это страны СНГ, Китай, Монголия и другие. Фасованные масла группы компании «Сигма» выпускаются под несколькими торговыми марками. «Корона изобилия», «Чешминская», «Солнечный цветок», «Семь подсолнуков» и так далее. 6 августа стартовали праздники территории. Первыми отметить торжественное событие и поучаствовать в развлекательных мероприятиях, организованных городскими учреждениями культуры, смогли жители села Ира. Решаем, за кого мы будем болеть, да? Таня или Регина? На счет раз-два-три мы начинаем. Давайте все вместе. Один, два, три. Поехали! Давайте, ну, поддержим, поддержим! Но! 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 Как здорово! Ребята, вы согласны, что победила дружба? На минувших выходных состоялся первый праздник территории в селе Ира. Для жителей и гостей были организованы различные развлекательные мероприятия. Дети могли поучаствовать в конкурсах, а старшее поколение встретиться, пообщаться и вспомнить прошлое. Приехали сюда, тут нам колхоз построили два дома кирпичных, переселили нас сюда. Вот, сразу устроилась доярка работать и всю жизнь работала там. Ну, что сказать? Все было и хорошо, и было плохо. Сколько деревни горело, все переживали. Воды не было, колодцы копали. Сейчас, конечно, лучше. Вода в доме, газ в доме, топить не надо. Да, и включил все, отопление, и свет, и телевизор, и все. А раньше же ничего не было. А сейчас вот тот день города, тот день села, вот теперь придумали. Какая-то обдушина. Кроме того, на территории школы работал передвижной флюорограф, где каждый, пришедший на праздник, мог пройти бесплатное обследование. Это было организовано городской больницей центральной. И, ну, не без участия, конечно, администрации города. Чтобы, ну, обследование провести, желающих, всех желающих приглашаем прийти. Мы сегодня провели, уже 40 человек приняли, посмотрели. На детской площадке школы проходили спортивно-развлекательные мероприятия. Для маленьких жителей села были организованы различные конкурсы. Дети активно участвовали во всех соревнованиях. В переносе воды в коромыслах на время, где главным условием было не расплескать содержимое ведер. В игре дартс – разбивание кувшина палкой с закрытыми глазами и во многом другом. Старк. Вот. Давай, молодец. Выприняйте, выприняйте. Давай, молодец. Давай, быстрее, быстрее. Так, еще два шага прямо. Так, ну, шаг назад. Вот. Вот. Бей. О, молодец. Ну, чтобы люди собирались, веселились, участвовали в конкурсах. Было очень весело, много призов. Я много где участвовала в конкурсах, выигрывала. Для почетных гостей из администрации и Совета городского округа была организована экскурсия в Свято-Софийский храм. В июне он отметил свой 100-летний юбилей. Посетители смогли узнать историю восстановления храма с 1993 года, о том, что из Покровского его переназвали Свято-Софийским, в честь Софии при мудрости Божьей. А также настоятели храма рассказали об истории появления Марфо-Мариинской обители милосердия для престарелых, бездомных и детей всех возрастов. Мы как-то с ним так подружились, очень хороший батюшка, вот он мне привез в подарок эту икону, даже то, что там уже написано, там насыщена, и частичка мощей, которую никому не дают. Когда батюшка стал просить, мне частичку вот здесь, вот сюда, здесь частичка мощей, да, а вот он приходит и говорит, я на русский вел дать. Это чудо, да? Далее для гостей мероприятия состоялась праздничная программа «Живи, село мое родное». И мне приятно всем вам говорить, желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Ладагаскаре. Чтобы достанет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас продавали. Поприветствовал и поздравил жителей и гостей села председатель Совета городского округа Олег Астахов. Самое главное в этом празднике и в этом нашем селе – это люди, то есть вы. Ваши предки коллективно трудились, ваши деды защищали родную землю в годы Великой Отечественной войны. Ваши отцы и матери встречали и помогали сиротам военных лет, труженики тыла, обеспечивали сельскохозяйственной продукцией весь город и всю страну помогали. Сегодня другое время. Сегодня время тех, кто начинает свое дело и не боится его развивать. Город делает все, чтобы поддержать этих инициативных людей. По традиции в рамках мероприятия почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены передовики труда, семьи, активно занимающиеся благоустройством подворья и многодетные, а также ветераны Трудового фронта. В 1871 году сюда прибыли переселенцы из Тамбовской губернии. Им понравилось это место. И вот уже сегодня мы празднуем 146 лет селу. Селу живет, село развивается. У села своя история, свои герои, которых ежегодно мы празднуем с учениками, отмечаем, вспоминаем. Мы чествуем память тех, кто ушел на войну, а ушло где-то больше 150 человек, и многие-многие не вернулись с войны. Многогранность истории села помнят не только взрослые, но и молодое поколение. Они с гордостью говорят о родном крае. Это память, чтобы мы помнили, что наши прадеды 146 лет назад на таком красивом месте, на излучине реки Белой, основали такое замечательное село. Я в этом селе первый раз, и мне понравился праздник тем, что весело, народ пришел много. И организованы хорошие игры, в которых можно поучаствовать от младшего до возраста. И красивые песни поются. В завершении мероприятия выступили вокальные ансамбли, артисты и коллективы художественной самодеятельности города Кумертал. Телерадиокомпания «Арис» решила провести опрос о информированности населения о грядущих выборах, которые пройдут 18 сентября. Мы спросили, какое мероприятие будет проходить в сентябре по всей России. Что ответили обычные прохожие, узнаете далее. 18 сентября будут проходить выборы в Государственную Думу. Вы пойдете на выборы? Обязательно. 18 сентября выборы депутатов. А вы пойдете на выборы? Да, я пойду на выборы. 18 сентября, как я помню, да, 18 сентября будет день выборов. День депутатов, там выбирают депутатов. Как бы я это знаю, что я сама выбираю, на выборы участвую. Вот, я ждусь, не дождусь, как бы, на выборы. Выборы народа всего нашего. Как выберем, так и будем жить. Ничего не слышал. В 18 сентября пройдут выборы в Госдуму, и я на них пойду. Да, я пойду. Это первые мои выборы. Я хочу поучаствовать в жизни государства. Выборы. Что вы знаете о выборах? Скажите по-другому. Это будут выборы депутатов в Государственную Думу. Надо голосовать. А вы пойдете на выборы? Обязательно. Мы ходим всей семьей. Кому старше 18, кому больше 18 лет, обязательно голосуем. Спасибо. Судя по данным опроса, мы узнали, что в нашем городе живут информированные люди, которым не все равно на свое будущее. Я, ты, он, она, вместе, дружная семья. В загородном оздоровительном лагере «Ласточкино гнездо» в минувшие выходные прошел родительский день. Мама и папа, а также наша съемочная группа, познакомились с тем, как организован быт и досуг ребят, а также с тем, чему они научились за лагерную смену. Третья смена в детском лагере «Ласточкино гнездо» проходит по девизам «Кинолето». Поэтому отряды – это киностудии, и названия связаны с любимыми фильмами. Наш девиз! «Черный бумер, черный бумер, он всегда идет вперед! Черный бумер, черный бумер, нас никто не обойдет!» Лагерь славится своим спортивным уклоном. Так в этой смене сформировано два спортотряда. «Спортивные отряды заезжают ежегодно. Ну, как правило, это спортсмены греко-аремской борьбы и лыжные». Всего же в этой смене отдыхает 80 детей. Руководители постарались создать все условия для того, чтобы им не пришлось скучать. «Потому как программа у нас достаточно интересная, веселая, очень много развлечений, очень много дополнительных мероприятий. Работают кружки, секции, спортивные секции. У нас обязательно работает инструктор по плаванию, инструктор по физической культуре, который очень много занимается с детьми спортом, волейболом, баскетболом, футболом. Ходим на спортивное поле, очень много плаваем в бассейне. У нас, когда жаркое время, мы плаваем и утром, и во второй половине дня». Каждый родитель хочет посмотреть, как отдыхает его ребенок. В этот день для своих мам, пап, бабушек и дедушек дети устроили праздничный концерт под сопровождением своих вожатых. По словам родителей, беспокойства за ребенка нет. Они со спокойной душой отправляют на отдых своих детей. Некоторые даже сами хотели бы вернуться в свою молодость. «Мне очень нравится этот лагерь. Второй год отправляю ребенка в этот лагерь. Довольно ребенок. В общем, в таких положительных впечатлениях нравится ему вообще сама атмосфера этого лагеря, где находится. То, что вокруг лес и вообще очень красиво. Здесь такая природа замечательная. Впечатление очень положительное, очень нравится. С удовольствием, если бы была в детстве, наверное, сама бы сюда приехала. У меня просто впечатление есть со своим детством. Как бы здесь более, как бы, наверное, чисто свежий воздух и более интересный. Мне нравится то, что здесь и руководство лагеря, и само то, что вот вожатые находят очень много занимательных таких занятий для детей. То есть они развиваются. Они тем более в таком находятся, как бы, у них отряд, то, что они спортсмены. То есть всегда найдется интересное занятие для них. Впечатления только положительные. Сын у меня есть уже третий сезон сюда в спортлагерь. Вот они тут, своя группа у них тут. Вот они занимаются здесь. Впечатления только положительные. Потому что ребенок чем-то занят. Здесь меня сразу привлекла природа. Здесь все очень красиво. Так свежий воздух другой, не как в городе. На сегодняшний день оздоровительный лагерь «Ласточкиное гнездо» без преувеличения входит в число лучших детских лагерей Юго-Башкирии. Здесь ежегодно ведутся работы по обновлению и улучшению технической базы. Обеспеченность лагеря в этом году очень высокая. Была произведена большая работа по ремонту лагеря. Были проведены ремонтные работы по замене полов. Очень много нового появилось на кухне оборудования. То есть закуплен жарочный шкаф, закуплены новые котлы, ванны и раковины. Поставлены новые два туалета. Если раньше туалеты были уличного типа, то сейчас у нас практически можно их назвать биотуалетами. Там присутствует все необходимое для того, чтобы дети себя чувствовали достаточно комфортно. Летние каникулы 2016 года наверняка запомнятся юным жителям республики, как прекрасное беззаботное время. Даже лучше, чем это бывает в кино. Давай попробуем друг друга любить, когда и будет все хорошо. Все хорошо. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи на телеканале АРИС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова